привет друзья как дела короче всех подождем вот кто эфир кто куда салам алейкум всем мир вашему дому как дела апана где мои наушники как же мы без основного инструмента то хераси что это было почему-то грязно подсоединился так стоит статуя все окей но пасаран так кажется придется закрыть спину мне фигачит так надо stories удалить это я написал через полчаса буду в эфире а не сказал во сколько и все будут теперь смотреть отмерить этого потом полчаса не будут находить эфира удалить все ты чего вы видите спасибо прическа меняет образ да я не знаю как так лучше хуже стало но я подстричься спасибо что следите прям заметили мою стрижку это я стригусь у нее уже наверное лет семь может быть больше у одного и того же парикмахера вот и мне что нравится с ней я сажусь и она не спрашивает что со мной делать она просто стригет так как не надо и может быть где-то есть недочеты там где-то как-то не так стригет возможно но она не задает лишних вопросов имя я кайфую и вот так визуально пока будто ну короче окей просвечивается чуть ну она говорит на вас а пока не стригись я тебе скажу пока молчит она давайте сейчас сегодня я тут переговоры не вел с товарищами я они попросили книгу посоветовать сейчас так и мы смысле я посоветовал книгу угадайте какую робина шарма лидер без титула только что-то я ее не нахожу лидер без титула у себя не нашел но я прям всем рекомендую лидер без титула и вот эту книжку книженцию ее в ноги должны были читать но я думаю что не все на нее обратили внимание уже в более взрослом возрасте поэтому прямо рекомендую все вроде не нашел и книгу есть другая его книга но это не та которая зацепила сильно есть руб рубина короче робин шарма вот есть ключ к самопознанию но у него есть лидер без титула книга прям вот рекомендую робин шарма прям запомните очень интересная идея унесет его самый бестселлер это монах который продал продал свой ferrari тоже почитайте и мертвые души гоголь это для юмора это для удовольствия эстетического и здесь выложены ну такие классические основные архетипы людей и чичиков тут он предприниматель короче в мертвых душах и посмотрите на него сегодняшним взглядом на то есть не тем взглядом мировоззрения где деньги были злом и что и где были чувство долга там справедливости и т т т т т т посмотрите сегодняшним взглядом холодным который и вы поймете что наши ценности очень многие изменились с того времени но архетипы остались да то есть то какие люди бывают какие то как кто как ведет и относится деньгам вот он это вот прям сильно рекомендую и кто не смотрел еще сериал вот недавно я выкладывал маленькое видео где там старик развел молодую папик называется сериал украинский посмотрите огонь просто женская психология ну в общем очень интересный сериал и посмотри сейчас я смотрю его ивановы и ивановы ивановы это сериал на стс я думаю что многие его уже видели я его что-то увидел только вчера он мне в рекомендованных вышел после вот этого папика и в общем залип вот просто нереально тоже сижу смотрю чем закончится там почему я предсериал говорю потому что там такой сюжет ну короче классический короче детей перепутали в роддоме и один попал в богатую семью который должен был быть богатым он стал нищим а то то из богатой семьи стал из бедной семьи стал богатым короче и они узнают когда ему же там по 15 лет и сюжет на этом наворачивается и короче у бедных сгорел дом они переехали вот к этому богатому домой и там вот это все развивается и отношение к деньгам богатых и бедных людей кто какими путями шел и почему вот видно там как бедные относятся дорогим вещам как богатые относятся к этот то есть богатый дрожит за свое состояние за свой там кадилл а когда там еще что-то и и бедный короче вот этот чувак утопил его кадиллак и такуну и для эти звенида ну и все а у этого бедного своровали туалет блять вот этот скворечник сука деревянный до который он сам сделал и он его блять на вертолете богатого упер на к этому богатому домой во дворец вот и поэтому посмотрите очень много будет на ватсапе не отвечаю потому что наверно на ватсапе не отвечаю сейчас вам скажу уже наверно не пять или шесть я последнее время чувствовал себя не очень хорошо и сейчас я только прихожу в силу и завтра я всем отвечу на ватсап с утра вот там не так много сообщений я всех запишу и если вы на сессию в алмате я запишу вас на пятницу если вы на сессию в астане запишу вас на 18 число то есть но вот что вы знали обязательно отвечу это не из-за того что я там у меня просто нету как бы помощника который бы отвечал я отвечаю сам и поэтому как бы когда у меня срывы или какие-то стрессы или когда я физически не способен или не могу то приходится вот но вас заставлять ждать пока я этим путем еду но возможно я на но возможно я возьму к себе ассистента попозже но пока нет то есть это будет но чуть позже вот насчет друга спрашивали вы у меня было само по себе разочарование не то что прям в нем я в принципе знаю чего от него ожидать и когда и он появился по звуну написал недавно сказал я так как бы в городе мы обязательно как бы этот я не знаю получится у нас 30 не получится потому что я так понимаю у него очень много здесь делал в казахстане и ему нужно успеть их все закрыть и в скорее всего может получиться что мы не увидимся но я у меня было разочарование в самой общей ситуации что даже близкие люди настолько но не могут понять да то есть вообще это часто случается когда мы ты не понимаешь близость от того или другого человека хотя бы с ним ну как бы относительно не часто общаетесь да но я в своих иллюзиях считал что как бы он должен был меня понять как бы ну как бы не должен был мне казалось что мы с ним на одном уровне мышления и то что до него пришли такие тупые мысли я извиняюсь это знаете как евреи как до такого умного мальчика могли дойти такие ну как бы мог совершить такую глупость да тут примерно из того как прорабатывать секс и деньги надо надо короче заниматься сексом и зарабатывать да или просто отдохнуть надо вправлять спину без психоэмоциональной проработки я считаю что это на такое себе решение если прям сильно грыжек беспокоит просто остановите всю свою деятельность и отдохните две недели просто не надо можно никуда даже не ехать просто останавливаешься и спишь с чувством исполненного долга спина болит я устал я позволяю себе отдохнуть две недели отдыхаешь две недели через десять дней спина пройдет сама и после этого можно ее вправлять но пойдешь на работу поругаешься с шефом и нахуй твоя спина обратно слетит как скинуть лишний вес нужно это с собой заняться это я вам точно говорю без есть и это зависит еще сколько у вас сколько вам лет мужчина вы или женщина да то есть потому что мужчины скидывают ли здесь легче если дают физ нагрузки и не жрут я допустим да и у меня такое состояние я не знаю я очень сильно изменил пищевые привычки да то есть у меня нету уже желание такого там знаете я сейчас скажу не да сегодня заказали дети суши я не могу их есть потому что они не вкусные и жирные понимаете то есть и есть какой-то не такой потому что я перешел на бурый рис и бурый рис ты его ешь меньше но хватает тебе ресурса на дольше ты не хочешь кушать там пять шесть часов спокойно вообще легко и у меня вкусовые рецепторы отвыкли от белого риса и сегодня суши когда ел но мне не очень сильно понравилось вот это пока я не завито на данный момент то есть пищевые привычки решают очень многое очень много и сильно мешает вот второе психоэмоциональные проблемы это в любом случае стресс это не любовь к себе это защита от какого-то но какой-то ситуации да и и ну и все и это бывает еще иногда но как бы у людей которые занимаются реально это это вот знаете если простому человеку худеть тяжело то человеку который занимается энергиями тем честно скажу еще тяжелее почему потому что у него есть внутренний дисбаланс я насколько сильно я понял ему нужно духовными совместить с материальным это делается очень тяжело и пока ты этот баланс не найдешь это будет тебя вот так если вы за мной следите мне говорят вы бы ты похудел ты поправился да там за не за две недели я могу вот вот просто я приехал в талдыкурган я там допустим 120 килограмм весил сюда приехал вешу там 112 115 килограмм да то есть и это за неделю представьте это 5-7 килограмм туда-сюда у меня прыгает и это в принципе окей потому что у него много лишнего веса и большая ли ну и я так понял лимфа еще бегает из-за частых перелетов переездов и еще и есть энергии да вот поэтому я бы рекомендовал взять тренера да который будет выстраивать тебе диету вот ну прям стол твой и одновременно физ нагрузки не берите отдельно диетолога отдельно тренера он должен быть два в одном диетолог и тренер одновременно понимаете потому что если вы будете физикой нагружать человека который 30 ничего не произойдет если ты не выстрелишь ему питание поэтому это должен должен быть со всех сторон да то есть психология психика мин ментально но ментал это все вот туда и спорт и диета одновременно левая нога не хочу идти женщины и не хочу идти как женщина это выходить замуж и рожать жить с мужчиной ну вот такое то есть не хочу идти к женщине это ты как женщина чего-то не хочешь делать или есть какой-то конфликт женщины но скорее всего ты черта не хочешь делать верхняя часть уловища чего растет точно не знаю идите в спортзал короче выстраивайте свое тело так как вы хотите тело достаточно как бы достаточно податливая как бы форму структура сама по себе и выстраиваться очень быстро дочь не ненавидят тебя только за то что ты им портишь им жизнь и лезешь в их дела как ты лезешь туда куда ты не должна была лезть детям нужно дать определенную свободу и чё бы они не делали им надо поверить и вместо осуждений вместо того чтобы место манипуляции вы меня не любите в этом-то ты выпрашиваешь на коленях их любовь и внимание вместо того чтобы просто сказать дети я вас так люблю они тебя подойдут обнимут и на этом все закончится твой конфликт ты начинаешь просто и безжалостно манипулировать поэтому они тебя ненавидят вот и все правое колено то же самое только с мужчинами не хочу идти с мужчиной не хочу идти на работу то есть но все дождь сегодня пошел погода прекрасная температура снизилась такой кайф честно голова перестала болеть потому что последние три-четыре дня голова просто раскалывалась уху еще раз хай с интернетом что-то подвисает немножко сейчас вроде окей как дела друзья а через девочки мы сидели и перепутала свою бутылку пиво с рядом с той сидящей девушкой живусь от нее сегодня красное горло это психосновать откуда я знаю я такой не знаю что у тебя там как склеится я вот это не я короче знаете чуть-чуть методику изменил свежий холотропик под этот прощение денег а я записал короче прощение денег в своем темпе который мне комфортнее который я мне кажется который ну вот этот более лайтовый у него жестко если честно но он молодец вообще свияши да мне нравится скидку не делаю идите туда куда дотягиваетесь да то есть если не дотягиваетесь до индивидуальной сессии дотягиваетесь можете заплатить за онлайн тренинг заплатить за онлайн тренинг то есть возьми ту цену который тебя устраивает не надо рвать жопу брать кредиты и приходи все равно хочу индивидуально это ничего не услышишь возьми тот ценник или тот формат который тебе по карману все скидка оскорбляет и того кто того человека кто ее дает и оскорбляет того человека который просит понимаете не нужно этой херней заниматься и мы подруга манипулятор нахер такие отношения правая сторона вся у всех там просто кто-то конфликтует скорее всего или пахан или дед кто-то из них быкует и всех мужчин поэтому сносит либо одна сумасшедшая женщина которая заебала всех мужиков уже которые их унижают в этом никчемный по нихуя не можете вот это то это вот тоже может быть то есть ты их унизила как мужчин возможно и у них вот такие проблемы то есть посмотрите на ваше взаимоотношение с вашими мужчинами если это не ты то может быть кто-то другой какой-то мужчина прощение себя по свяше короче возьмите прощение денег и горьким забейте возьмите прощение день просто подышите посмотрите что будет у меня какие блоки были вы я уже работаю с этим очень давно с блоками и собой тем более я бы не прикасался к людям если бы я с собой с этого не делал да и мне уже сложно сказать потому что день прощение денег и финансовые блоки я себе какую-то начальную стадию я их себе убрал то есть для того чтобы с моего низкого старта в котором я находился но чуть приподняться я какие-то какую-то часть убрал я надеюсь что это 10 или один процент финансовых блоков у меня слез 1 сотая может быть но каждый следующий прорыв дает результаты больше да то есть ты застреваешь в одной сумме потом подпрыгиваешь потом в другой еще подпрыгиваешь это нужно все делать очень аккуратно и под наблюдением как бы психолога желательно или коуча человека который будет тебя вести я не знаю когда приеду в ука у меня есть проект сейчас в алмате в астане он будет и там и здесь я еще это освещу когда наверное в субботу я спрошу можно проект освещать или нет но я надеюсь что будет очень интересно и я на своей странице об этом буду рассказывать да что мы делаем как мы делаем это будет длиться где-то около двух двух с половиной месяцев я думаю будет интересный проект и вам всем понравится и он я надеюсь что он будет широко освещен поэтому погнали про гвозди я знаю там все трясется да там выходят страхи это те же эмоциональные блоки только на гвоздях выводить их как бы самостоятельно и типа под контролем под своим да вот поэтому если честно с них нельзя слазить до тех пор пока все не выйдет все к видом заболели вообще это ковид это же во первых пандемия во вторых возможно это сопротивление может быть но я бы ковид не при не приравнивал бы к психосоматике потому что за такое сопротивление это слишком сука больно ну это чисто манипулятивная вещь по поводу там обвинить человека в каком-нибудь говне мы же так все делаем да там тебе жрать нечего президент виноват еще что-то там тот сосед виноват из подъезда выходишь двор не хуево убирает и это же такой перенос ответственности который идет из это он от адама аевы еще эта хрень идет поэтому не будь человеком который выносит просто чужую манипуляцию тебе говорят ты подло это на меня делал ты граждан я люблю себя такой все и иди нахуй и все это скорее всего человек он будет еще больше на тебя обижаться и будет думать что ты вернешься но нам не надо возвращаться и не идти к ним таким людям на встречу это люди которые минусую да и они очень желчные и с такими людьми после после общения с ними у тебя всегда хуево настроение с такими людьми лучше не разговаривать вообще каждый раз когда кто-то так говнит надо просто отходить в сторону и все поэтому пиши больше не останавливайся агрессия должна выходить депрессия должна быть это примерно где-то от 7 до 15 до 20 дня потом все легче то есть если ты это все правильно делаешь по честному будет намного легче видите обычно с людьми которые тобой манипулируют они всегда близки и они всегда как бы давно да и и если человек тобой манипулируют уже там 10 лет 15 лет ну самолет дерб избавься нахрен от него сердце и ритм это беспокойство ума и если врачи говорят что с тобой все хорошо а у тебя вот аритмия там тахикардия письма прощения аман болсон садишься и пишешь это классика же жертва и палач как этот жертва палач и кто за еще там треугольник артмана называется в этом психологии карпмана преследователь спасатель жертва это вечный круг короче по которому крутится на наши взаимоотношения с людьми то есть ты просто была как это спасатель вот и все скорее всего она была жертвой есть чувак который у вас там третья подружка которая вас постоянно пиздит обоих три части тренинга 26.06 вчера целый день смотрела ты поздравляю тебя с прохождением однодневного тренинга спасибо за высокую оценку рад что понравилось мы их напилили нам скинули на яндекс диск блять скачивается в вечерность не могу скачать один этот сейчас буду скачивать туда и маленький большой большой для ютуба маленький для инстаграма в инстаграм потихоньку будем закачивать эмоциональная свобода 2.0 забейте и будут выходить там пока три видео скоро будет много это новый формат трансформационное шоу и я жду когда закончится эта красная зона когда алмата станет зеленый я надеюсь к концу октября мы справимся с этим недугом закончится мать ее вакцинация я надеюсь и сделают нам все-таки зеленую зону я сильно устаю от ингешки ей 80 лет не знаете вот то кроме того что мне вас только пожалеть я не знаю чем помочь пишите письма прощения возможно у вас где-нибудь отпустит может быть вы дойдете когда-нибудь до благодарности ей 80 лет человек обозлены очень часто если ему не хватает энергии внимания и он нереализованный не социальный он по-любому обозляется понимаете а если еще и болит у него что-то это вообще тушите свет поэтому письма прощения и все тошнит от мысли это и смотрите мечтала машине купила машину и меня тошнит это не принятие садись на машину и катаешься 24 на 7 ну или там в день по 8 часов за рулем что проводила ты должна принять то что ты ее достойно и нужно принять что ну как бы у тебя машина дорогая этот high level это горят нейронные связи это очень болезненно и больно и поэтому рвотный рефлекс когда идет позывы два пальца в рот и блюй просто блюй и все три части тренинга можно посмотреть в ю тубе в ю тубе эмоциональная свобода 2 0 набираете и горьким и выходит три видеоролика есть методика правильного составления писем прощения забиваете в ю тубе письма прощения и горьким выходит видеоролики просто пишите так как там сказано все вот почему проблема партнер по бизнесу никто не берет ответственность все скидывают конечном итоге на меня потому что ты не оговариваешь на берегу все вопросы касательно когда ты открываешь бизнес и нужно просто садиться и прописать все вот но контракт нужен оговоренности нужно подписанными на берегу как вы будете делить деньги как решать доли кто чем будет заниматься кому за что мы платим кому не платим вот и все если ты все валишь на себя смотрите очень часто бывает партнерство такое и таких вот достигаторов которым не хватает любви их так и юзают это вот примерно как тебя есть баба которая ответственная есть которая безответственная сука умная да она приклеивается тому на кого нужно перекинуть ответственность это въебывает а вот это хочет делить 50 на 50 но вам нужно в договоре прописать участие ее то есть я делаю вот это ты делаешь вот это после этого ты можешь даже пахать сама да но долей вы делите не 50 на 50 в смысле вы прибыль делите 50 на 50 но за то что ты работаешь ты должна назначить себе зарплату и ее внести в косты в расходы а прибыль тогда уменьшится компанией и ты будешь делить пополам и ты будешь считать что это справедливо только из-за того что пашет она одна с факелом дура а вы делите пополам начинается вот эта жаба ты начинаешь шкнить ты понимаешь что деление несправедливо тебя это раздражает и начинаешь на нее срываться и постоянно суку дуру пиздить что делает она из-за того что она понимает что деление несправедливо она считает себя униженной и заскобленной она считает что она делает что-то неправильно ты при этом на нее давишь она все ниже ниже и в какой-то момент она начинает тоже тебе противостоять и появляется агрессия из-за этого ругаются все партнеры всегда понимаете среди женщин есть еще такое дура она тоже дура пашет пашет но деньги принесла вот это она все деньги на которые бизнес принесла она она выступает как бы в роли инвестора это же на мои деньги это работает работает и понимает что там через год она отбила ей уже ее вложение там она вложила тысячу долларов она ее уже заплатила сто да и почему я должна делить это 50 на 50 потому что ты дура сама боялась открыть без нее и у тебя не было денег поэтому 50 ее и чтобы ты не шкнила нужно на себя оформить зарплату опять зарплату а ее сделать как просто инвестор-партнер все если ты не хочешь работать ты назначаешь себе адекватную зарплату за свои действия и вы выводите просто ее как инвестора why not все легко это все от того что не можем договориться потом женщины-партнеры это та еще лабуда потому что вы считать не умеете вы доход с прибыли путаете насчет писем прощения отвечать больше не буду заходите в youtube забивайте писем прощения слушайте внимательно делайте так и сказал все понятно с ней все почему так получается у этой проблемы с папой ее папа либо перелюбил либо недолюбил либо еще какая-то заруба с папой поэтому она доказывает что ее можно любить потому что папа ее любил только за достижение это папиной любви не знала поэтому на себя ответственность не может брать ее не учили и папа ее не воспитывал и она вот эту мужскую ответственность перекладывает вот сюда вот вам психология взаимоотношений вот они вам партнерство скажи пожалуйста сказала да замуж выйду переезжаю с ним в чужой город страх не знаю что ждет там загрузил что делать ехать если уже влезла в отношения значит это уже если ты уже замужем собирай вещи и дуй за ним чем дольше вы будете дальше оттягивать поездку вашу ты никогда не узнаешь что это будет там будет хорошо плохо ты не узнаешь пока ты там не окажешься в Кустанай пока не знаю когда у вас там какая-то баня в Кустанай шикарная да огромный комплекс прям в Астане так хвалят ну в этот я не знаю говорят что в Казахстане только там только в Кустанай такой есть я не знаю почему в Чемкенте еще не построили такой но почему-то в Кустанай я не знаю только пожалуйста не лучше без подруг есть когда вещи когда этот выиграл выиграл ну и как этот есть такая женская пословица лучше есть торт одну а лучше жрать говно одной чем торт с подругами поэтому дружить с девочками очень такая штука непонятная опухоль в груди плохая мать скорее всего или обида на маму ко мне на консультацию пишите в директ договариваюсь о цене времени и месте и все выйти замуж в чем кроется проблема это либо страх перед мужчиной либо ненависть к мужчине из 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 за того же страха просто отдохни если спина болит болит спина отдохни все хорошо во всех областях что дальше живи и радуйся что тебе еще надо если все устраивает зачем такие вопросы задаешь все стране с сестрой отношения так себе это в принципе окей так бывает спасибо большое девочки мне очень приятно а и у уверенность к себе любовь к себе там начинается с того что ты начинаешь делать маленькие победы в той сфере в которой ты хочешь получить уверенность все на декрете боюсь хочу выйти на работу но боюсь ты либо уже скажи я еще в декрете буду еще там полгода или год либо короче просто выйди завтра на работу хочу хочу порвать мужчины я не знаю сколько он там должен сидеть какие у него проблемы но и я не знаю это всегда знаешь выбор внутренний потому что ждать или не ждать человека и я короче не знаю и всегда у женщин был такой выбор и всегда женщин ценили тех которые дожидались я не знаю стоит этот мужчина того чтобы его ждать или не стоит это теперь еще внутренне ну как бы такое ощущение твое да и и и как бы вот глаз на не красный и как бы я не знаю если есть там ну короче это всегда твой собственный в свободный выбор что делать ждать его или не ждать но можно по-разному отнестись и просто для себя сделай выводы оно стоит того или не стоит вот и все что тебе говорит твой внутренний голос твое сердце потому что всякое в жизни бывает то есть если он был успешный богатый и тебя любил и уважал и у вас все было хорошо и тут он вдруг у него проблемы с законом его посадили или он кто-то сел это же тоже есть часть твоей вины потому что ты попустительствовал сто процентов ты знала чем он занимается что он делает и ты не либо не хотела этого видеть либо ты ну не пыталась даже его установить и может быть есть в этом часть твоей вины если ты делала все правильно и у тебя или он там по отношению тебе проявлялся как заботливый умный хороший мужик и тут у него проблемы и он досвидос и ты такая аривидерчи дорогой но он же придет и добьется успеха опять и он тебя потом обратно не примет самое страшное чего мужчина не может простить это предательство то есть не сексуальное ну сексуально он тебя ебнет сразу ну это прощается иногда но вот это само внутреннее предательство которого он не ожидал это потом нет это не прощается то есть ты должна потом понимать или вы должны поговорить да дорогой тебе двадцать лет сидеть мне блять сорок не пошел бы ты ни нахуй то есть мне двадцать лет какого хера делай может быть я все таки свою жизнь устрою и то есть ты можешь с ним поговорить возможно и получится он же не дурак он же там тоже сидит понимает в какой он ситуации и все если сидеть там годик два ну конечно для лучше подождей но если там надолго и лучше посмотреть сможешь ты или нет если нет то иди и с ним разговаривай почему мужчины видят во мне объект сексуальности ну и что мы что вы ты хочешь сказать вот так я тебя увидел и думаю бля вот вот на ней бы я женился видела самая популярная фраза я вдул или мысль никто никого не видит ни один мужчина не видит человека ну женщину как объект замужества жениться жениться нахуя и он просто хочет трахнуть всегда и после этого может быть когда-то он захочет жениться 36 лет свободной жизни и он он как чужие короче ну работаем над отношениями ты понимаешь вот когда идет красивая девушка да в мини-юбке и он такой бля какая у нее душа так ты хочешь да вот жениться вот глубина то такая ёпта нет же он думает как бы ее загнуть то понимаешь поэтому если ты еще объект для сексуальности и сексуально привлекательно пользуйся этим манипулируй мужчинами играй с ним такими с ними нахуя бы вы эти короткие юбки носили декольте бы такое чтоб он душу блять разглядел понимаете это хорошо интуиция развита хотела бы стать ясновидящей попробуй попробуй потому что ну хрен его знает я честно это от у меня развита интуиция до ясновидящей это пропасть если честно да будь готова пахать много пахать я не знаю какой у тебя степень и талант ну короче ну будь готова работать много это ремесло даже ясновидение это ремесло и в любом ремесле деньги зарабатываются тяжело в любом практически только не когда ты там вот мега супер звезда как свести его с ума как манипулировать мужчины покупаете книжку она называется охота на самца алекс лысли жизнь без трусов и учитесь манипулировать просто мужиками и крутите их так как хотите вот она охота на самца делайте быстро скриншоты потому что скоро уберу и смотрите насчет мужчин любую страницу мы открываем хуяц и чё вы думали я бы не был бы я если бы я вытащил бы другую страницу открыл видно да а что если он просто хочет переспать с тобой ну вот в принципе в тему дело в том что он хочет тебя если общается с тобой то есть просто того что он с тобой общается уже можно понять что он тебя хочет тракнуть но если ты ему просто предложишь а давай не будем париться просто пойдем и займемся сексом прямо сейчас он вряд ли тебе откажет а даже если сделает это то только потому что это будет частью его игры с тобой когда мужчине нравится женщине когда мужчине нравится женщина он чувствует ее запах запах новой женщины у него отказывает способность адекватно ее оценивать анализировать ее личность на это способен только матерый психолог который соответствует состоянии отключения отключения инстинк я не думаю что ты такого часто встретишь любой опытный мужчина у которого было больше одной женщины понимает что после секса можно кардинально все поменять у меня были случаи когда девушка была мне интересна до секса после секса становилось неинтересно а был один случай когда я думал что просто пересплю с ней и я задавался именно этой целью в начале общения девушки в результате становиться спутницей на несколько лет и я ее любил и отдавал ей все что у меня есть да если мужчина открыто говорит тебе я просто животное я хочу тебя это ничего не значит это не значит что он тебя не уважает или не ценит как личность это просто означает что ты настолько его физически зацепила что он не может больше ничего оценивать в тебе кроме твоего тела запах ощущения тебя как женщины как животное если ты хочешь чтобы он начал тебя оценивать как личность просто переспи с ним другого способа нет пока он тебя не хочет у него мозг не работает значит ли это что ты теперь должна отдаваться всем кто тебя захочет животное просто ты должна понимать что хотеть переспать с тобой это нормально для мужчины и не удивляйся этому не стыдись этого не отталкивай его за это показывай что тебе это несомненно приятно пускай он тебя хочет кайфуй от этого играй с его инстинктом развивай его дразни его получай удовольствие от того что он хочет тебя вы понимаете вы понимаете мой друг скрин господа все все в общем пошла давать ну давай с него виски поняла кому там давать пошла вот то есть покупайте книгу читаете мозги немножко встанут на место вы поймете что что вообще у нас в голове и как мы думаем потому что очень сильно идет рассинхрон то есть мужчина о женщине думает слишком хорошо если честно да и какие-то вещи он вместо того чтобы сказать напрямую он стесняется это сделать и ее вот это ой ты скотина это же комплимент долг из года в год вы вампиры я вас поздравляю муж у меня спрашивает что а мужу вот можно жизнь без трусов тоже поймешь что вот женщины думают так и проституткой можно я вам так скажу если ты не девственница какая уже нахуй разница помните аллегрова пела все мы бамбы стервы милые что с тобой кто у нас не первый тот у нас второй да то есть никогда не говори что он двадцатый у тебя где там сороковой пусть они блять все номер два я думаю вообще этот в мире есть какой-то мужчина который постоянно сука думает почему же я всегда опаздываю да почему я всегда второй блять я не знаю что бог существует мне этого достаточно я не знаю что бог существует но милый что с тобой как легко и дорого продать дом так не бывает Нужно вообще, вот, конечно, на рынке два, ну, на базаре два дурака, один, который продает, который покупает. Если вы хотите манипуляцией продать дом дороже рыночной цены, я как бы не подскажу, не знаю я. Что значит вампиры? Вы из-за долгов, да, вы вампир. Вы и в отношениях, скорее всего, себя так ведете, и с деньгами. То есть это люди, которые хотят брать больше, чем дают. Понимаешь? Ты хочешь сейчас. У них вообще проблемы большие, на самом деле. У кого есть долги, короче, просто слушайте, да. Это люди, у кого проблемы с отсрочкой покупки, это точно. Вы влазите в долги и в кредиты только потому, что вы телевизор хотите сейчас поменять, а не через неделю накопить. Или там через месяц, да. Это отсрочка покупки, это такая сила воли, которая не всем присуща детям. То есть это вообще детская такая психология. Почему? Потому что в Советском Союзе еще проводились эксперименты. Перед ребенком ставили конфетку, говорят, если ты ее не съешь, мы принесем тебе вот такую 2 килограмма, блядь. Чашку, да, конфет. А вот одну надо не трогать час. И уходили, просто закрывали в комнате, ставили камеры, следили за ним. У ребенка было ощущение, что он как бы за ним ни то не следит. И он в какой-то момент, короче, 3% детей не съедали. То есть из 10-3, ну или 30 получается, из 10-3 они смогли не открыть конфету, не съесть. Понимаете? Вот и все. И то же самое у людей. То есть потому что у взрослых, да, которые я хочу сейчас телевизор, я хочу сейчас айфон. И они влазят в кредит и покупают айфоны сейчас. Вместо того, чтобы там полгодика подкопить или 3 месяца и купить его без кредита, да. Им кажется, что вот, ну, пролонгированно они раскидывают деньги. Им кажется, что они стали крутые, но они в голове нищие, понимаете, эти люди. То есть ты покупаешь айфон, там, запустим, там, за миллион тенге, там, или там, ну, тасс, что-то вроде, да, или там 800 тысяч, там, 700. И покупаешь кредит и с ежемесячными выплатами по 70 тысяч в течение, там, года. Ты думаешь, что ты на вид становишься крутым, да. Но ты внутри нищий, понимаете? То есть не происходит этого роста. Поэтому очень важно, нужно, очень важно покупать за, ну, как бы, за свои деньги. И иметь, ну, как бы, отложенные вот эти покупки, нужно уметь. Меня очень часто спрашивают, почему ты не поменяешь машину, да, типа, чего ты там, денег нету или что. Я сейчас не хочу, у меня другие планы совершенно. И поэтому у меня есть другие идеи. Я хочу немножко, у меня есть, и поэтому я эту покупку, как бы, откладываю уже 2 года, да. С одной стороны, это может быть психоэмоциональная травма, то, что я не принимаю машину. Но с другой стороны, это может быть, возможно, финансовая дисциплина. Ну, я так надеюсь. Поэтому лучше накопите на телефон и купите его сразу за наличные, чем его брать в рассрочку. Почему? Потому что ты никогда не будешь себя чувствовать уверенным на работе, если тебя уволят, потому что ты не рассчитаешься за свой афон. Понимаешь? Ты не сможешь заплатить за него, за афон. И в этом есть твоя неуверенность по жизни. Всегда. Ты будешь чувствовать себя неуверенным. И поэтому вот. Короче, смысл в том, что ты платишь вот так, а получаешь вот так. И когда ты заплатил мало, получил много, и при этом ты себе создал страх финансовой ямы на год вперед, это, блядь, сука, вампиризм компании. То есть ты, как бы, хочешь обмануть из себя и психику. И ты просто, как бы, живешь, скажем так, непосредством. Все. Вот твои долги, вот твои ямы, вот твои кредиты. Я ничего не имею против кредитов и долгов, но долги должны быть контролируемые, риски должны быть минимальны. И финансовая грамотность, и финансовая устойчивость должна быть очень такая, очень сильная, да. И если у тебя это все совпало, то точно даже при небольших доходах ты разбогатеешь в течение года-два, у тебя не будет долгов, и ты будешь жить так, как ты хочешь. Но есть правильные кредиты и долги, которые управляемые, где риски все просчитаны, и поэтому риск должен быть, как бы, безопасный, понимаете. То есть ты можешь рисковать, но ты должен рисковать безопасно. Очень многие люди закладывают квартиры для того, чтобы открыть бизнес, да. Это очень рискованно. Но из 10 бизнесов 9 закрывается, ты готов. Поэтому нельзя закладывать квартиры или продавать. И это только из-за того, что... Если эта квартира у тебя единственная, вот если у тебя там 5 квартир, одну можешь продать. Если у тебя одна квартира, и если ты ее заложишь или продашь, и тебе негде жить, не рискуй. Не рискуй. Финансовая дисциплина отложена, ну, и умение откладывать покупки туда, в дальний ящик. Потом финансовая дисциплина, она сама по себе подразумевает умение человека, вот правильно Роза говорит, копить. То есть человек должен научиться копить деньги. То есть, ну, понимаете, это как с этой конфеткой, да. То есть у тебя есть деньги, но ты ни хера не покупаешь, потому что у тебя есть большая цель. Тебе надо ждать год. Поэтому много ли ушло денег на поездку в США, до хрена уходит, но за счет того, что у меня была аудитория, там как бы я провел тренинги, там этот, и я в принципе, ну, как бы, приехал нормально. То есть я, это можно сказать, что они расходы, ну, в смысле, они покрылись, все расходы покрылись, только за счет того, что, ну, у меня там аудитория своя собралась. Это вот моим организаторам, большое спасибо, Ай, там, Жанели, да, молодец, Дана, вот она недавно уехала из Алматы и обратно в Майами. То есть Дина, там, в Нью-Йорке, да, я очень благодарен им, потому что ничего бы не было, если бы не они. Многие мужчины говорят, что хотят, чтобы... Я родила прямо многие. Просто, скорее всего, у тебя уже детородный возраст, это я извиняюсь, конечно, но заканчивается, да, то есть, скорее всего, 30 плюс, и они понимают, что, ну, ты можешь не успеть, как бы, родить, и они предлагают. И все. Молоденьким редко предлагают такое, то есть, это когда длительные отношения есть, и ты в любовницах просидел, и тебе могут предложить родить ему. Но, если после первого свидания, там, я женатый, но я, давай ты мне роди, это, ну, 23 только, пошли они нахуй. Вы копите, копите. Я не знаю, сколько вы копите, и сколько вы зарабатываете, и зависит от того, какую цель вы себе ставите. Цель должна быть такая, финансовая, да, чтобы, исходя из ваших расходов, ну, исходя из ваших доходов, у вас должно быть только там одна анальная трещина. Не надо, чтобы очко вывернулось, нахуй, наизнанку, да. Не занимайтесь этим, как он там называется, я не знаю, там, не надо кулаки в задницу пихать, короче, чуть-чуть. То есть, уровень нормы надо чуть-чуть расширять постоянно, но не так, чтобы было сразу, капец, как больно, да, то есть, ну, боль должна быть умеренной. И поэтому цели надо ставить такие, чтобы было не сильно больно, чтобы было болезненно, но не сильно больно, да. И тогда цель, она будет, ну, оправдана, и когда ты достигаешь маленькую цель, ты себе, ты понимаешь, что ты достиг, ты ставишь следующую цель. И каждая цель в нем слегка в надрыв. И тогда ты привыкнешь к этому, твой мозг перестанет бояться идти навстречу боли. Вот. И когда ты перестанешь идти, ну, когда мозг поймет, что идти навстречу боли, это не больно, у тебя все получится. Ты будешь понимать, да, я на это готов, я еще вот это выдержал. То есть ты будешь понимать ресурсы своего ума и организма. Это как спорт же. Деньги то же самое. Девушка постоянно провоцирует на ревность, это нормально. Деньги необходимо тратить для баланса в удовольствие. Если вы хотите терапию, никакого нахрен удовольствия от денег не должно быть. Это миф. Вот деньги надо тратить в удовольствие. Деньги тратятся в удовольствие те, когда, сука, халява. Деньги, которые ты заработал сам, никакого удовольствия от них нет. То есть, когда ты их тратишь, у тебя всегда стресс. Поэтому раньше тем я работал, я работал, я работал постоянно в продажах. с 2001 года я поработал в продажах до 2011 года, по-моему, или 2012 года. Моя карьера закончилась в 2013 году. В 2015 году, наверное. Сейчас я скажу. В 2015 году моя карьера закончилась. И я работал в продажах, я работал, я продавал все, да, то есть, и я всегда был в найме. Я никогда не работал на себя. Единственное, один раз мне дали компанию на хозрасчет, то есть, я взял компанию и сам ее управлял. То есть, у меня был бухгалтер, который контролировал финансовые потоки, финдир, и генеральный директор. Но я управлял полностью всеми процессами, я не касался только денег. То есть, все продажи были вот на мне. Это было один раз, и опыт был очень успешный. Единственное, я где-то себя повел неправильно, меня учредитель компании стал немножко побаиваться. Он боялся, что я его разорю. То есть, моя власть в компании становилась слишком сильной. И, ну, как бы, не то, что слишком сильная там была, там нас немного было, но, короче, я его родственников заставлял работать, и заставлял работать правильно, и очень многие не тянули по своим компетенциям, и они на меня жаловались, и я из-за этого слился. Это была казахстанская компания, поэтому, я думаю, ментальность вы понимаете, да, то есть, родня, сука, решает все. Но я тогда понял, что я могу, что я могу сам, да, и поэтому отчасти мне было после этого легче управлять уже крупной компанией, да, там, где было там тысячу с лишним человек. И после вот этой вот компании, которая была скрупная, скрупная, я ушел в психологию, то есть, меня ушли из компании, скажем так, да, из-за того, что она разорилась, и все, и я начал, как бы, потихоньку, потихоньку искать работу. Я еще не понимал, что я уйду в психологию, я хотел, но мне казалось, что здесь вообще, ну, как бы, как кормить семью, да, то есть, на психологию мне казалось нереально. И тогда никому это не нужна была, ни чистка, ни психоэмоциональная, ни эмоциональная, ни психологи, и коучи тогда только начинались, это 2011 год, такого бума, как сейчас, тогда еще не было. вот, и поэтому я, ну, как бы, так. Любое начинание не идет, потому что ты посмотри свое участие в твоем деле, да, то есть, ты недостаточно хорошо работаешь, работаешь, вот и все. Если любимое дело, ты реально его любишь, ты недостаточно хорошо его продвигаешь. Проблема наших людей в том, что мы всегда хотим улучшить продукт. То есть, я хорошо там пеку блины, и я постоянно учусь их, сука, печь все лучше и лучше, да, но инстаграм-странички нету, ютуб-канала нету, курсы по печенью блинов я не провожу, потому что дело неудобно, по офисам я не хожу, не предлагаю, сама ножками не хожу, на базаре я эти блины не продаю, но я пиздец как люблю печь блины, это мое любимое дело, но оно нихуя не идет. Вот оно, основная причина, вот. Когда ты открываешь свой бизнес или новое какое-то направление, 80%, а лучше 99,9% своего времени потратить на маркетинг, и денег тоже, на продвижение. Суцайн, про Суцайн я не слышал, в смысле я слышал, но я не люблю техники или практики, которые продвигаются через севой маркетинг, через сетевой. То есть это такой хайп немножко, да, человек взлетает, все узнает, а потом это все откатывается назад. Это первое. Возможно, что-то там есть хорошее, но, короче, сильно я не углублялся, я не знаю. С меня достаточно обычной астрологии и нумерологии. Вот так. Дальше углубляться я не хочу. Вот. То, что касаемо... Ну и все, в принципе. Красное горло, это... Как это? Курол... Как это? Ухо-горло-нос. Туда идите, там спросите. Я честно, я не разбираюсь так сильно. Я вот сам сегодня был на процедуре с утра. Мне промывали вот этот вот носоглотку всю. То есть, и горло промыли, пазухи, и уши промыли, и нос промыли. У меня какой-то там хронический танзелит, хрен его знает, короче. И мне раз в полгода, оказывается, надо промывать. Она уехала в Штаты. Если женщина уезжает в Штаты, ты капец ее как заебал, если честно. То есть, если вы общались с девушкой, и она такая, я поехала в Штаты, она ждет от тебя такого же поступка. Она тебе говорила сто процентов, что она едет, а ты, блядь, не поехал. Понимаешь? И поэтому, конечно, она холодная станет. Ты нахуй должна была послать. Ты не смог решиться на то, на что решилась она. И ты же, наверное, понимаешь, да, и она поняла, что у нее яйца больше, чем у тебя. Вот прикол. То есть, мужчина всегда, женщина всегда ждет того, что ты будешь сильнее, чем она. Она может тебя унижать, она может тебя долбить, да, но она ждет того, что ты будешь сильнее и решительнее, чем она. Но когда она уехала, а ты за ней не поехал, дорогой, блядь, это зашквар, как сейчас говорят. Понимаешь? Это зашквар. Потому что ты не сделал то, чего должен был сделать. Ты мог ее не пустить. Ты мог сделать визу, взять, накопить денег, поехать туда через неделю за ней, взять ее, блядь, за ее факел, сука, и тащить ее обратно в Казахстан. Это был бы поступок. Но ты сидишь и звонишь на WhatsApp и хочешь, чтобы она с собой как-то тепло разговаривала. Это будет странно, если она вообще трубку будет поднимать. С женатым мужчиной плохо ли встречаться? Я не полиция нравов, я хер его знает. Каждый решает свои проблемы сам и по-своему. Но женатый мужчина, в нем есть выгода. Он, первое, безопасен. Второе, он не мозги тебе. Третье, он, у тебя типа есть отношения. И иллюзия на какие-то отношения. На самом деле этих отношений, как бы, им разворачиваться дальше некуда, да? То есть, поэтому я не знаю, то есть, если тебе нужен, как бы, как это говорят, кабель на передержку, да? То, наверное, окей. Но если тебе, ну, как бы, не нужны отношения, то, скорее всего, нет. Бхутан, я не знаю, что такое. Вот, поэтому... Если родить от женатого мужчины, честно, вот, по-моему, это немножко геморройно, потому что с этого момента ты будешь, ты, как бы, женщина захочет его большего внимания, на которое он не способен. То есть, то внимание, которое он тебе оказывал до этого, оно не увеличится. Он, потому что не сможет, да? А ты будешь хотеть претендовать. Мне кажется, это больно обоим, и, ну, сильно так не нужно. Единственное, есть момент такой, что если вот, ну, типа, для себя родить, да, там, ну, хрен его знает. И потом, типа, я не буду дергать, но, по-моему, все равно пиздежит. То есть, очень важно, чтобы... То есть, вы сами понимали, чего вы хотите от этого всего. Страна между Китаем и Индией, вы понимаете, какое там социальное напряжение? Между Китаем и Индией. Это может быть и рай, но я думаю, что, ну, как бы, надолго ли. Спасибо, вы холостите, пожалуйста. То есть, всегда очень важно понимать, какие цели ты преследуешь. Все можно, любые вещи можно оправдать, да? Это, как бы, встречаться с женатым, родить от женатого, не рожать от женатого, выйти замуж и страдать, выйти замуж и не страдать, развестись и быть счастливой, не разводиться и быть несчастной. То есть, это всегда выбор. И очень важен запрос, да? То есть, я хочу вот этого. Исходя из тех, из поставленных целей, мы будем ставить задачи, которые должны пройти. Все. Я понятия не имею, что такое число судьбы, откуда оно уберется. ХЗ вообще. Поэтому. Когда замуж, потому что, ну, может, уже пора? Тебе сколько лет? Не, я могу погуглить и что-нибудь накидать. Я могу даже по аватарке тебе что-нибудь наговорить, но... Накуя? Как перестать материться? Вот хуй его знает, вот честно. Ей-богу, блядь. Когда в Америку приеду, я не знаю. Знаете, иногда, думаю, выйти замуж и родить, и развестись, ты можешь никому мозги не ебать, просто к себе переспать и родить. Это не слишком, блядь, длинный путь. Испортить человеку жизнь, просто чтобы родить. Если ты изначально не хочешь с ним жить, зачем ты ему чпокаешь мозг? Как вести себя женщиной после 30-ти? Вы же понимаете, что это не самый легкий путь, чтобы родить. С матами утекает энергия денег, это честный пиздёж. Это то, какие у кого установки. Вот честно вам говорю. Мне кажется, чем больше я матерюсь, чем больше у меня просмотров, тем больше у меня денег. Понимаете? Чтобы срочно привлечь деньги, надо идти на работу. Деньги – это самая подвижная субстанция, понимаете? То есть, деньги решаются легче, чем всё остальное. Чем здоровье, чем отношения. Деньги зарабатываются легко. Всё. Хочется переехать в другой город или другую страну, поддержать клиентов, которых набрал работал за несколько лет. Дайте толчок. Хрен нас два. Рекомендую посмотреть интервью последнее, Лидо давала недавно. Она была в Америке. Кто помнит, Лидо, помните, певица была? Ну, в смысле, она есть, да. Почему была? Она сначала уехала в Америку. В Лос-Анджелесе прожила сколько-то время. И она думала, что она за счёт Инстаграма будет иметь те же доходы в Америке из казахстанского рынка. Но вот, вот, понимаете? То есть, нахуя ты нужна в Америке мне, когда ты мне нужна здесь, да? То есть, хотя аудитория у неё казахстанская наша. И чё толку, что человек, который гуляет по Лос-Анджелесу, он больше вызывает раздражение, чем любви к ним к себе. Вот вы можете за меня порадоваться месяц, о, вы писали круто. Через два с половиной месяца ты чё, переехал, мудак, да? То есть, ну, такой, ты вообще вернёшься, для какой хера ты там делаешь? Поэтому, если у вас есть иллюзия, что вы уедете в другую страну, и вы эту же аудиторию, казахскую, там, да, русскую аудиторию, свою сможете прокачивать оттуда, чтобы прокачаться здесь, послушайте ещё раз её внимательно, и вы поймёте, что я не вру. Понимаете, вот ресторан, у меня ресторан, я хочу, чтобы ты его прорекламировал. Ты будешь сидеть, блядь, в Майами, в чужом ресторане и рекламировать меня. Нахера? Чё мне толку? Поэтому, дорога ложка к обеду. Ездите туда гулять. Не надо переезжать на совсем. Съездите туда на месяц, съездите туда на три месяца, съездите на полгода, да? Но ты всегда своим подписчикам скажи, я здесь, бля, я ваш. Понимаете? Беркут салам. То есть, очень важно понимать, что это иллюзия, и тебе нужно будет набирать там местную аудиторию, и находить те дела, которые ты будешь решать там. Но там ты никто. Там себя надо будет выстраивать заново. Я ещё одну такую вещь понял. Чем бы ты свою голову не забивал, там, на русском языке, на английском языке, да? То есть, ты все знания книги, которые читал, ты, когда выучишь другой иностранный язык, ты сможешь эти идеи передавать на русском, на иностранном тебе языке. Не на твоём языке. Поэтому бэкграунд, который у тебя есть, русскоязычный, или те знания, которые ты получал на своём родном языке, они также хорошо перейдут эти знания в другой язык. Но они должны же быть. И поэтому, если ты решаешься, ты такой, я всё, я капец какой профессионал, мы там Америку сейчас порвём и трахнем, едешь туда на три месяца, смотришь, как трахают они тебя, потому что это же как со стромпоном, он иногда поворачивается в другую сторону. Вот. Поэтому, когда он повернётся в другую сторону, сжимай булки и беги. Обожаю вас слушать. Мега-мотиватор вы. Спасибо. Вот. Поэтому надо чётко расценивать свои показатели. Первое. Второе, ты когда едешь в чужую страну, в чужой город, ты должен чётко понимать, что ты по социальной лестнице упадёшь на 10 пунктов вниз. И к этому, блядь, надо быть готовым. То есть, те люди, которые не готовы, они ломаются. Это первое. Второе. Надо понимать, что тут ты вот здесь, да, там ты будешь вот тут, и тебе будет казаться, что ты вот здесь. Потому что твой уровень нормы будет с этой стороны, допустим, из Казахстана, да. А в Америке тебе будет казаться, что ты вот тут. И тебе будет казаться, что тебе достаточно. Но на самом деле, по их меркам, ты будешь здесь. И поэтому нужно скорректировать адекватно, пропорционально свои цели и задачи относительно тех доходов, которые получают там. То есть, относительно той платежеспособности, которая в другой стране. И наоборот, та же. Если Казахстан более развит, допустим, и больше денег, чем туда, куда ты собираешься, то там тоже придется тебе адекватно снизить спланочку. Поэтому есть моменты такие, что нужно понимать, для чего. Понимаете? Мне всегда говорят, я хочу уехать с этой гребаной страны. Куда, блядь? Зачем? Что тебя здесь не устраивает? А что тебе здесь нужно изменить, чтобы тебя здесь устраивало, да? То есть, есть, конечно, люди, которые вот я хочу, и у них на лбу написана миграция, да? То есть, есть люди, которые, у них на лбу написано мигрант. И ты его ничем не удержишь. Он по-любому свалит, да? Таким нужно понять. Ну, вот тогда мы корректируем его понимание. Зачем ехать? Для чего ехать? Почему ехать? Та-та-та-та-та-та. Все. Гоу. Пошел. Поэтому, ну, вот все. Потому что у некоторых амбиций, вот у меня так было, да? Я думал, поеду. Сандерам нахрен там всех, да? Во! Сандерам, блядь. Бошку нахрен чуть не открутили. То есть, все твои амбиции, которые здесь, ты думал, что они прям крутые, там они вот прям просто, сука, не пищевые цепочки, понимаете? То есть, то, что я думал, что здесь круто, там это, сука, начало. Поэтому я пока в Америку переезжать не собираюсь. Почему? Потому что мой мозг еще не принял тот, как бы... Я понимаю, то есть, я понимаю, что там, чтобы быть таким, как здесь, я должен быть, сука, Тони Робинсом, понимаете? И, то есть, я должен приехать в Америку, снизиться до поломойщика и стать, сука, Тони Робинсом за 10 лет. И понимаете, ну, насколько нужно... Это я без знания языка, сука, еще хотел это, да? То есть, и мне надо вот тут, как бы, это, да? Вот и все. Поэтому миграция, я всегда восхищаюсь, да? Людьми, которые переезжают из чего-то этот... Их, конечно, мы здесь заплевываем, там, а, суки, предатели, уехали, блядь, что вы там делаете? Вы не поверите, сколько они пережили, да? Я с мигрантами работал и с киргизами, и с казахами нашими, да? И про... И про... Вот, есть знание языка, валий. То есть, если прям есть понимание, валий. Про вакцину я здесь ничего не хочу говорить, про детскую вакцину тем более, потому что я, насколько понимаю, что, как бы, нужно будет потом поберечься. Вот, поэтому прежде чем мигрировать, вы должны понимать, для чего. Я вам честно скажу, что, ну, и выбирайте страну. Выбирайте лучшую страну. Не выбирайте там, типа, возьму похуже, потом, типа, лучше будет, да? Выбирайте лучшую страну, потому что вы одинаковое количество говна сожрете и в лучшей стране мира, и в средненькой стране. Говно будете жрать одно и то же. То есть, вот эти все вот родовые пути, вот эти вы вот по говну пройдетесь по всему. Пройдет уверенно, зашкаливаю. Это, знаете, когда вижу цель, не вижу препятствий. Я вас поздравляю. Поэтому ставите цель, смотрите шаги, какие должны совершить, и потихоньку просто делаете. А то многие, я, блядь, с этой, там, уеду, там, в Америку. Виза есть, нету, блядь. Сколько стоит билет, не знаю. На, иди уже, блядь, копай картошку, блядь, в огороде. Понимаете? То есть, так такое. Я жду, когда этот гребаный ковид закончится. Мне как это задолбало, если честно, это всемирная клоунада, блядь. То есть, я не знаю, мне одному, блядь, это все так кажется. У меня как будто, знаете, этот, как у Дэвида Копперфильда, блядь, сейчас весь мир. Все искажено, и непонятно, где, сука, правда, где ложь, да? Поэтому я говорю насчет вакцины. Я и не за, и не против, не могу высказываться, потому что я не знаю, где правда. Я не знаю, как делать. Я точно не знаю, как правильно. И я поэтому не хочу тащить за собой народ куда-то там, пойдемте ставить или пойдемте не ставить. Хуй его знает. Вот. То есть, раньше болели там 10 человек в день, блядь. 40 дней просидели, сука, из дома не выходили, да? Сейчас болеют вон 6 тысяч человек. Тысячу человек в день заражается, да? И мы, сука, все сейчас ходим. Это что за хрень? Нам говорят, ставьте вакцину, и не будет эпидемии. Начинают ставить вакцину, и, сука, четвертая волна. В одном вы охуели, нет? И теперь говорят, это четвертая волна, потому что, типа, не все вакцинированы. Это, блядь, не наоборот, разве? Мне кажется, есть причинно-следственные связи, которые, ну, или у меня мост так искажен, я не знаю, да? Но мне кажется, что это всемирное наебалово, я не знаю. Знаете, там есть такой момент, что еще я ничего не хочу говорить, мне кажется, еще неадекватные подходы к лечению людей, да? Это как будто они специально делают так, чтобы люди тяжело переживали это. И мне очень сложно в это поверить, что это там всемирный какой-то заговор, и что это, блядь, все правительство договорилось, здесь просто хуярить, да? Но я смотрю, и поэтому я не понимаю. С одной стороны, я вижу все предпосылки, с другой стороны, я не могу в эту херню поверить, потому что мне кажется, что это, ну, неправда. Понимаете меня? Вот, и поэтому я не знаю, если это, сука, нас сдали, сдало нас наши эти верховные наши правители, нам всем пизда, короче. Ти кай с гордостью, тоби пизда, да? То есть это вот это. Второе, если это неправда, то тогда это очень страшная болезнь, и с ней надо что-то делать. Понимаете? То есть, и поэтому, чью сторону принять, я не выбрал. Я не понимаю, надо это или не надо. Но, мне кажется, надо быть очень осторожным, да. С пневмонией, у меня есть тоже очень знакомые, к ковидом переболели. И у меня есть, ну, как бы, близкие, которые переболели, да? Ну, вот сейчас болеют. Я сам, по-моему, что-то вот около, рядом. Но я ПЦР сдал, все, у меня ничего нету, да? Но все были, как бы, этот, ну, как бы, такое было состояние не очень. Оно это было, не оно, хрен его знает, но было не очень хорошо, да? Вот это давление подскочило, то ли на погоду, то ли во время, то ли после, да? То есть, берегите себя. Это реально, сука, существует. И вот я не тот дебил, который говорит, что ковида нет, блядь, да? Он, блядь, есть. И это очень... И я им болел, да? В прошлом году, год назад, да? И... Может быть, да. Поэтому очень важно, как бы, себя за собой очень следить. Я был три месяца в Америке, два с половиной, да? Я вообще не хотел туда переезжать. Ну, в смысле, у меня была такая потаенная какая-то идея там, но я хотел сначала посмотреть, да? И я же сейчас только вот объяснял, что я вот отсюда не хочу падать, вот сюда, в пищевой цепочке, потому что... Понятное же дело, что ты немножко, несколько упадешь в доходах и вырастешь в расходах, да? В разы. Это тот график, который движется друг на встречу друг другу. Если он сойдется, это будет, ну, говно просто. У меня было... Мне, знаете, мне казалось, что сейчас я англосаксом покажу, как надо работать с психикой и вообще, что нужно делать, что мы на самом деле тоже крутые. и, если честно, я понял, что не нужно. То есть, я... Мое понимание того, что... Вообще, мое... Мое, как бы, видение мира складывается к тому, что когда ты реально крут, тебя приедут и отсюда завербуют и увезут туда. То есть, тебя приедут и захантят прям. Вот, поэтому... Вы очень приземленно говорите. Я дева. Если кто, блядь, шарит в астрологии, я дева. Вы от меня... Конечно, я, блядь, приземленный. Я земля. И я очень рациональный, лаконичный, и у меня очень... Я, короче, задрот, да? Вот. Поэтому... Почему люди кидают на деньги? Это из-за того, что тебе деньги не нужны. Тебя кидают тогда, когда у тебя на эти деньги нет планов. Понимаешь? Или тогда, когда ты попустительствуешь тому, чтобы тебя обманули. Если мы вернемся немножко к Корану, да, то есть в Коране такая штука, что... Человек, который создает условия для воровства, более грешен, чем тот, который ворует. То есть, и ты создал или создала условия того, чтобы тебя кинули, и поэтому ты более грешен, чем тот человек, который тебя кинул. Будь внимателен, блядь. Это деньги. И у тебя на твои деньги всегда должны быть планы. Если у тебя этих планов нет, денег нет. Если ты хочешь копить и, блядь, накапливать, и никому не отдавать деньгами, так нельзя. Деньги должны работать. Они накопились и должны работать. А кто сказал, что ты от того, что дофига работаешь, тебя должны повышать по должности? Смотри. Во-первых, есть такой момент, что когда я не готов, да, то есть когда я боюсь, я как бы хочу, вот эта советская вот черта человека, ну вы меня, блядь, уговорите, да. А шеф сидит, думает, она пашет и пашет. Ее устраивает зарплата, ее устраивает должность. Она работает 5 лет или там 20 лет, да. Что ее повышать? Ее все устраивает, да. Она никогда не проявляла амбиции. Она никогда не говорила, что я хочу там повышение, да. И поэтому постоянно берут новых начальников. Но ты приди и скажи, я готов. Или я готова быть начальником. Я возьму, но я готова взять на себя ответственность. Потому что люди думают, что чем больше я работаю, тем должны меня повышать. Вот. Чем больше ты берешь на себя ответственности, тем тебя повышают. И от того, что ты будешь сильно-сильно работать, тебя не сделают начальником. От того, что ты сильно-сильно стараешься, от этого зарплата не повышается. Понимаете? Те, кто продуктивно... Смотрите. А, ну да, продуктивно, да. Результат. То есть, смотрите. Два скрипача, да. Один играет в ласкало, ему платят там в год зарабатывать по 2-3 миллиона, да. Потому что он популярный, да. А другой в пациентном переходе. Они играют одну и ту же музыку, да. Их разница в профессионализме для профессионалов. Пропасть. Для обывателя ничего. И обыватель стоит и думает, вот его бы, сука, в ласкало с подземного перехода. А тот старается. Он смычком так, сука, струны рвет. Он старается. У него же лацканы подлетали нахрен все, да. Он потный весь. Он трет и трет, а в ласкало его никто не зовет. А почему? А потому что он, сука, делает неправильно. И все, чтобы он оказался в ласкало, нужно поставить цель, проехать туда, вырастить, поднять свой уровень профессионализма. И тогда, возможно, ты с подземного перехода окажешься в ласкало. Понимаете? Ты должен быть действительно, на самом деле, хорошим. для того, чтобы тебя заметили. В сегодняшнем мире, когда ты повышаешь свой уровень профессионализма, кто-нибудь хороший человек пройдет и снимет это на айфон. Да, или там на телефон. Запилить видосик в ТикТоке, и ты просыпаешься, сука, всемирной звездой. Все. Понимаешь? Поэтому не надо оглядываться там на людей, кто что делает. Нужно просто заниматься своим делом и стараться себя продать. Понимаете? Ты должен заниматься на продвижении, на продвижении себя. Конечно, можно там, как Роза Рыбаева сказала, Иманбеку просто повезло. Нихуя, блядь, не повезло. Он просто, сука, Моцарт. Понимаете? Он талант. И талантов, где бы он не был, даже в подземном переходе, или где-то он там у себя, в Аксу, да, он жил там, написал трек, и он набрал 2 миллиарда просмотров. Это не повезло. Это, сука, талант. И поэтому, если ты не обладаешь талантом, ты должен себя продвигать и постоянно совершенствовать свой профессионализм. А для того, чтобы стать талантливым человеком, да, для других людей, 10 тысяч часов, это в книжке у Робина Шарма есть, да, я не знаю, в этой есть он, скорее всего, тоже писал или нет. Если ты ни в чем бездарен, да, вот, ну, допустим, я считаю, что я, ну, как бы бездарь, если честно, да, в том плане, что со мной люди, которые даже учились и продавали, или там занимались психологией, со мной ребята учились, которые на голову выше меня, на 2-3 головы. Я по сравнению с ним был, как бы, ну, бездарь. И, и таким вот неталантливым людям выбираете сферу деятельности, любую, которой ты хочешь развиться и занимаешься этим 10 тысяч часов. Просто по 8 часов в сутки. 10 тысяч часов. И, может быть, так получится, что через 10 лет ты станешь мега популярным и знаменитым. Но не как Иманбек, потому что Иманбек, это, ну, я вам реально говорю, это Моцарт. Да, то есть, это, если вот смотрели, там, вот эту трагедию Моцарта и Сальери, да, то есть Сальери был, вот, ну, вот, Сальери, это вот классика, это Роза Рыбаева, а Моцарт это Иманбек. И почитайте эту, как бы, пьесу, вот с таким пониманием, вы поймете, почему Роза Рыбаева так сказала. Вот творческую ревность и зависть, ее очень сложно сдержать. Всегда. Вот и все. Понимаете? И поэтому Моцартов один на восемь миллиардов. Вот. А профессионалов их дохера. И профессионалы всегда завидуют Моцартом. Поэтому, когда меня хейтят психологи, у меня, сука, такой кайф на душе всегда. Я понимаю, что, сука, зависть, это хуевое чувство, но мне так охуенно, когда они меня вот понимаете? И Монбек, да. Вообще, вот наша уже такая, знаете, казахстанская визитная карточка, что мы очень сдержанные, учтивые и мудрые. То есть, вы, если посмотрите там Иманбека, посмотрите Димаша, посмотрите наших спортсменов все, у нас вот эта учтивость, сдержанность, как бы в этот, то есть, это уже визит этого, даже скриптонита Сабурова, да, то есть, когда они нормальные, когда они не шутят. Это, знаете, да, говорит, к Сабурову подбегает девочка в Москве, говорит, скриптонит, дайте, пожалуйста, автограф. И он, пошла нахуй, сучка. Да, есть дар, но или есть 10 тысяч часов. То есть, и ты можешь приблизиться Джахалиб, да, красавчик, Головкин, этот, Тен, вообще, вот жалкая вот трагедия, прям, я, честно, я на Крещатнике сидел и плакал на жопе просто, сел на асфальтную, на эту, на брусчатку, на бордюр, и я просто не мог, меня колотило, потому что я просто охренел от того, что Денис умер. Поэтому казахи крутые сейчас становятся. Реально, сейчас очень много выходят крутых казахов, которые показывают какие-то определенные уровни, высоты в шоу-бизнесе. Это не все сдерживаются, знаете, то есть, я сначала тоже там понозил что-то там в комментариях, за комментарии же футбук в морду не бьют, я что-то там понозил, понозил, и потом, когда я вспомнил эту пьесу, ну, этого Сальери, что он Сальери отравил Моцарта, представляете, то есть, тот его постоянно назил, он его траванул в оконцовке. Вот, не Щербаков, Щербаков же он русский, но он красавчик, да, но он из России, а этот, там, не Щербаков, этот, Чеботков. Казахстанцы, да, вы, знаете, вы здесь можете сколько угодно склонять, там, мы казахстанцы, тут у меня, типа, там, русский, там, казахский, там, из Казахстана, еще и, там, корейцы, казахский, но, когда вы выезжаете за пределы страны, вы для всех казахи просто. Понимаете, то есть, мы везде казахи, то есть, ты можешь сколько угодно объяснять, что ты татарин, русский, корейцы, уйгур из Казахстана, там, мы там живем все вместе, всем поухой, ты казах, в Россию поедешь, ты казах, русский, ты из Казахстана поедешь, покажешь паспорт, ты казах, ты казах, и поэтому, мое понимание, делить вот эти вот, на нации, там, снаружи смысла нет, внутри мы можем как-то там дробиться, что-то там кучковаться, да, но, но когда ты выезжаешь в Россию или еще куда-то, ты в любом случае, блядь, казах. Я вам еще так скажу, что я же работаю с людьми, с разными, да, то есть, я смотрю, какие киргизы, они немножко другие, я смотрю, какие москвичи, они немножко другие, в Питере какие люди, у них свои загоны, да, то есть, они немножко другие, в Казахстане, в разных регионах, люди чуть-чуть другие, ментальность всегда везде искажается чуть, миграция в Америке, это люди совершенно другие, вот, и, поэтому, очень, важно вот это понимать, то есть, принадлежность своей стране, и самоидентификация, мне кажется, это одно из таких путей, как бы, это дает тебе силы, да, то есть, когда ты гордишься, типа, я казах, да, то есть, или я казах, и ты это и будешь нести в каждой стране мира, и так о Казахстане будут потихоньку, потихоньку узнавать, куда бы я ни поехал, там, переехал, нет, я точно говорю, что я казах, и ну, а хули, бешпармак, коврдак, блядь, курт, блядь, я все ем, я казахский больше понимаю, чем английский, как выяснилось, понимаете, то есть, здесь казахи разговаривают, я понимаю, я еду в Америку, там, слушаю, как говорят на английском, я ни хера не понимаю, да, то есть, казахский я знаю лучше почему-то, хотя я специально не учил, это из-за того, что сейчас вокруг казахской речи становится все больше и больше, и чаще, чаще, и вот эта вот ментальность наша, вот, казахского, ее нужно нести прям, потому что она, мы реально отличаемся, мы сильно отличаемся от, ментально, и это заметно, даже, мы в одной русскоязычной среде, вроде там, 70 лет варились, и мы сильно отличаемся от того, что мы, от ментальности, от России, от Узбекистана, от Киргизии, то есть, мы ни хуже, ни лучше, но мы, у нас есть самоидентификация, своя, у узбеков своя, у русских своя, у киргизов своя, и это не делает, что кто-то против другого, это делает, что просто у человека должен с гордостью говорить, что он там казах, узбек, или там, ну, то есть, и это привязанность к локации должна быть, уже надо пора завязывать вот с этой, как бы, штукой, что, типа, там, делиться, это очень может нехорошо закончиться все, вот, поэтому, ну, вот так, не знаю, у нас еще, знаете, что произошло, мы, мы еще стали оторванными от культуры друг друга, то есть, если мы все смотрели один и тот же ОРТ, то сейчас есть ОРТ Евразия, да, отдельная, у нас есть внутри свои каналы, мы не знаем, что происходит в Киргизии, мы не знаем, что происходит в России, мы не знаем, что происходит в Узбекистане, то есть, мы сейчас стали, вот за вот эти годы независимости, немножко, как бы, отдалены от всех, и мы здесь сами уже друг с другом переплавились, то есть, у нас своя, то есть, если раньше был популярный, там, вот, ученый какой-то из России, его все 15 республик знали, да, сегодня мы всех не знаем, то есть, мы, я следжу за тренингом, за инфобизнесом, да, но, в России крутые вещи происходят, да, но, и мы, очень многие, кто хочет развиваться, они туда и смотрят, но, ментальность, ее все равно, ну, вот, ее очень, вот, вы понаблюдайте за Маргуланом Симбаевым, да, то есть, насколько его, ментальность, она удивляет, вообще, вот, москвичей, русских, там, украинцев, что он, а для нас это, я вам честно говорю, есть таким мышлением, не таких богатых, но, в принципе, с мышлением, таким, степным, что ли, у нас много таких людей, а их какие-то вещи, которые для нас, кажется, нормой, их очень это сильно удивляет, но Маргулан красавчик, он, вот, он несет культурные коды туда, вот, за пределы Казахстана, и про него будут говорить, он, вот, казахи умные, только за счет него, вот, поэтому, наши, вот, нужно понимать, что наш ментальный, вот эти наши культурные коды, они очень ценные, для других культур, и, вот, за счет ментальных кодов, мы можем нести, и, ну, как бы, заняться популяризацией, своей страны, понимаете, то есть, и скриптонит, я вообще, честно, он так, сука, много для Казахстана сделал, и вот, и Денис Стэн, и вот этот, и вот этот, и Димаш Кудайберген, он так много для казахов сделал, почему? Потому что, за ними уже дорожку культурить легче, понимаете? Уже проще, то есть, если раньше, а, казахи, да, сейчас, после скриптонита, когда он сделал весь русский рэп, казах, респект, в Америку приезжаешь, ты откуда? Казахстан, трипл джи, это же, блядь, круто! На Олимпиаду, в качестве психолога, я бы вам сказал бы, да, дадут денег, и скажут, нахуй, заткнись и сиди, то есть, эту страну погубит коррупция, короче, это же, ежу, блядь, понятно, они, с формы не своровали в этот раз, форма зато, сука, во, золото, блядь, не одного, а форма, понимаете, то есть, еще бы они на психолога не тратились, вот, ну, я думаю, они там какого-нибудь родственника взяли, в качестве психолога, с каким-нибудь там, блядь, с каким-нибудь образованием непрофильным, да, они нормальных спортсменов не пропустили в этот раз, сильных, они тренеров разогнали, да, то есть, тренер уехал по тяжелой атлетике из Казахстана, поехал в Узбекистан, и там, вывел, Узбека, короче, вывел на золото, ну, охуенно же, люди, которые уехали, они, конечно, проработаннее, чем те, которые остались, потому что прошли сами, хрен в гору, стрессов, вы самый лучший психолог, спасибо, доброй ночи, вы, это, оставьте ее, Рымбаева свою миссию выполнила, единственное, что она могла свое время сделать, это выучить английский язык и петь на английском, и может быть, она получила бы тоже Грэмми, но, она неохотно пела и на русском, да, то есть, как бы, ей всегда проще было на казахском, и у нее есть, реально шикарный голос, она молодец, но человек в возрасте, есть, вы говорите же, творческая зависть, есть эмоциональный интеллект низкий, возможно, да, и поэтому у нее, ну, как бы, она так высказалась. Успешные таланты казахи, это, знаете, это, это пахота, вот, если вы послушаетесь с Криптонита, его интервью, и у Дудя, и так, он всех, кто не хотел работать, разогнал, он говорит, это надо просто въем, попробовать, все, вот, поэтому, за, за талантами, за успехом, очень часто, блядь, там, знаете, в ноги, в кровь, почему ты не хочешь эфир, потому что я не хочу, чтобы меня вампирили, у меня очень хорошее настроение, я сейчас такие эфиры не делаю, все, это очень энергозатратно, то есть, делать просто болталку, и работать, это две разные вещи, вам кажется, ты так же пиздишь, чтобы, что-то там сильно напрекся, сильно, для Дудя, я, наверное, мал, и он в такую хрень не верит, то есть, в психологии он, немножко далеко от этого, вот, многие даже, знаете, думают, что, ой, там прямой эфир, я там выйду, и не ценят, то есть, ну, часто, да, но, я вам так скажу, что, что в прямом эфире сессию мы проводим, что мы проводим сессию, просто в WhatsApp, да, то есть, закрытую, это одно и то же, это прям работа, а работа на аудиторию, это еще сложнее, 16-го прилечу в Нур-Султан, про Аду не знаю я, я, на рынке психологии, если честно, казахстанском, во всяком случае, я не сильно ориентируюсь, то есть, я не отслеживаю сильно, российский, казахстанский рынок, я отслеживаю русский рынок, почему русский, потому что, я же, так или иначе, в русскоязычном пространстве, да, русскоязычная аудитория, вся смотрит русских, вся смотрит русских, маленький, поэтому, поэтому, сильно крупных психологов, тренеров, которых этот, это Маргулан, который из Казахстана, вышел туда, вот на международный рынок, и за ним я слежу, за другими казахами, за Алибековым смотрю еще, за Елибаевым слежу, но так как они не в психологии, ну, они в тренингах, но не в психологии, я их слушаю одним глаз, одним ухом, подсматриваю, я слежу за Некрасовым, я слежу за Ефроимовым иногда, я слежу за Плехатом, иногда он где-то попадается мне, я слежу за Сатидас, я слежу за Лобковским, то есть я на них подписан, я их читаю, у них иногда хорошие очень идеи, свежие, я их слушаю, слушаю статьи, читаю иногда, вот, то есть я не то, что выбирал лучших, я смотрю популярных, то есть тех, кто слушает, тех, кого слушают люди, почему? Потому что моя задача аналогичная, то есть я выбираю, я слежу за теми людьми, которые популярны в моем каком-то пространстве, то есть если я хочу достичь примерно такого же успеха, я его смотрю, если человек как-то по-другому двигается, я не смотрю, тем более я же говорю из Лондона, вы понимаете, она вещает из Лондона, она у меня не выходит в этих, в рекомендованных, она уходит в рекомендованных в Лондоне, смотрите, когда прихожу на сессию первый раз охренительно, второй раз тоже пойдет, короче, но не так, это тогда, когда не хватает действий, смотри, очень часто так бывает, когда ты приходишь к психологу, к коучу, он тебе выстраивает твой внутренний мир, но ты потом выходишь в мир и зажимаешься, думаешь, блядь, может не надо ничего делать, так пойдет, так вот типа хорошо, но ты не меняешь свое бытие, очень важно изменить бытие вокруг, действием, то есть больше заработать, завести парня, начать танцевать, делать зарядку, если ты этой хренью ничем не делаешь и ты живешь так же, как и жил, результат будет ниже, потому что можно привезти лошадь на водопой, но заставить ее пить нельзя, вот и все, вот, а Аду я сейчас посмотрю, кто такая, потому что из Лондона вещает, у нее сколько подписчиков, скажите, Ада Конде Официал, это она, ну посмотрим, ее страница, вот эта, я с женщинами не смотрю интервью, если две женщины общаются, я, короче, нет, я не смотрю, потому что это невозможно, сука, они говорят одновременно, это бесит, всегда есть откаты, всегда будут, поэтому тогда приходи, дам еще задание, еще потом будешь делать, или зайди лучше в марафон онлайн, хочешь денег, зайди в марафон про деньги, хочешь отношения, зайди в марафон про отношения, в ютубе не выходила, да, я не знаю, в какой момент, я уже сам, как женщина становлюсь, Ада, Ада кто? Конде? она для крутая, да, это она, я подпишусь, я посмотрю, что делает, 500 тысяч в ютубе, сука, капец крутая, 126 тысяч в инстаграме, для инстаграма, это чуть маловато, но 500 тысяч подписчиков в ютубе, это овер до хера, почему? потому что это у нее огромная аудитория, 500 тысяч, не как до луны раком еще, вот, я подписался на эту Аду, посмотрю я, кто такая, что она делает, и, ну, может быть, какие-то практики себе там возьму, или подкорректирую, две привычки, помогающие жить в состоянии, закон вселенной, предоплата за счастье, ну, у нее такие, знаете, продающие, конечно, эти, я все, я понял, я запишу пару таких, не пару, почему не хочу делать, не хочу, это называется прокрастинация, это первое, это, ну, вот, на 21 день, 24 часа в сутки, ты говоришь, я имя хочу жить, я имя выбираю жить, вернее, я рад, как бы, этот, я, столько сил и энергии трачу на YouTube, я, честно, уже, бля, не знаю, что я не так делаю, почему мой YouTube так тяжело продвигается, и у меня, знаете, еще, у меня мало просмотров, и для этих просмотров у меня слишком дохрена подписчиков, как это получается, вообще не знаю, у кого-то наоборот, просмотров там по 500 тысяч, а подписчиков мало, да, а у меня просмотров там 600, там 600 тысячу, там 2 тысячи, да, там за неделю, может, там на один ролик, а подписок там 27 тысяч, да, то есть, а у других, у кого 27 тысяч, у них просмотров там за неделю, или по 7 тысяч просмотров. А у меня почему-то не так. Некоторые даже писали у вас накрученные. Да хуй, я вообще не знаю. Я научился видео закидывать туда и все, как попало. После ковида восстанавливаться лучше с врачами. По-моему, нужно сначала набраться сил, первый этап. А второй теперь вытащить все гормоны и антибиотики, которые мы вас кололи. Это вот что-то вроде чистки надо потом пройти, но у нас сильный организм, где-то через месяц-два. К вечеру охота истерить, потому что ты расслабляешься. Ты расслабляешься, и у тебя истерика. И все. В институте рекламировать у ютуба немножко другие какие-то алгоритмы. Честно, хрен его знает, что нужно делать. Но я в институте, в сториз закидываю посылки, чтобы прошли. Пусковидное состояние на психу влияет очень сильно. Панические атаки, страхи. Из-за чего? Потому что еще подключается физика, тахикардия, такие какие-то вещи. Поэтому помимо лечения такого классического, нужно потом с психологом все равно работать. И затормаживается психика еще, мозг затормаживается. Я читать перестал быстро. Я раньше очень быстро читал, сейчас не могу. Сейчас потихоньку восстанавливается, но из-за того, что у меня нет практики чтения, я сейчас мало читаю очень. Ну, потихоньку возвращается более-менее уже. Вообще, вы же спрашиваете меня, понимаете? Я по-любому скажу, чтобы вы приходили. Вот вы, представьте, соматолога. У меня зубы не болят, но к вам стоит прийти? Блядь, по-любому. Ну, во-первых, мне нужны деньги. Во-вторых, как бы профосмотр не помешает точно. То есть, нельзя меня спрашивать. Ты должна спросить себя, тебе надо или нет. То есть, ты задай этот вопрос не мне, а себе задай. И если ты скажешь себе там внутри, что надо, тогда приходи. Потому что бойтесь бедных психологов, бойтесь бедных врачей, бойтесь... Это, может быть, не самые плохие люди, но это очень велик соблазн, когда ты можешь вылечить за один сеанс, а лечишь за десять. Потому что тебе нужны деньги. И с этим могут бороться внутри очень малое количество людей. Понимаете? И все. Есть стоматологи, которые специально недолечивают зубы, чтобы ты пришла через месяц. А есть стоматологи, которые лечат, и к ним надо ходить раз в пять лет. То есть, одному сильно нужны деньги, второй, как бы, он за тебя. У второго много людей, высокая цена. Он лечит та, чтобы ты больше не приходил в максимальное количество дней. Насчет марафона напишите в директ. Или вот есть там пост. Он, по-моему, вот... И там есть номер телефона. Вот этот вот посередине, видите, фиолетовый. Вот туда нажмете, провалитесь. Там есть номер телефона организатора. Ко мне после ковида приходите через месяц. То есть, вы выздоровели, восстановили более или менее тело, физику, и потом приходите. Потому что сосуды, они как бы сужаются, что ли, и кровь плохо ходит по организму. Еще берегите глаза и капайте капли, вот эти вот чистые слезы, что-нибудь такое. Потому что очень часто сохнут потом глаза после ковида. Я уже про, там, про либидо не говорю, там, про потенцию, там, это, да. Это вообще трэш какой-то, сука. Эмоциональные блоки могут быть в виде лени, в том случае, если это хроническая усталость, да. Вот. Поэтому себя бережем. БАДы, витаминчики, витамин С, ВД-3, там, то есть, ну... Я стал рекламировать, мне сказали, мазохистка. Why not? Мы все мазохисты. То есть, почему человек всю жизнь саботирует свой успех? Это же, блядь, не из любви к себе. Ну, надо жить не вместе просто. Потому что, как только ребенок, сын показывает свою самостоятельность, это страх, что он уйдет. И поэтому его надо зачмырить. Это всегда делает мамаша, чтобы он с тобой не ушел. Надо просто уехать из дома, жить отдельно. Хроническая усталость, либо на сеанс, либо письма прощения пишите сами. Весь ваш эфир, я не могу назеваться. Ну, назевайте. Это сброс шлаковых энергий. Вообще, я вам так скажу, в женщине мазохизма больше, чем садизма. То есть, женщина чаще нижняя, чем верхняя. Ну, если кто в терминологии немножко шарит. В последнее время бесят пьющие. Ну, хули бывает. Я тоже пьяных не люблю. Хотя я иногда позволяю, да? Ну, там, 20 грамм коньяка, или там водки, или там кружку пива. Иногда. Друзья, оказывается, уже прошло час, да? Сколько? Два, блядь. Вам большое спасибо. Я очень благодарен, что вы пришли и провели здесь со мной 2 часа почти. 133 подписчика, это достаточно большая аудитория. Сейчас на меня смотрят, да, 134 уже. Всем спокойной ночи. Пусть завтрашний день пройдет легко и продуктивно. Вот. Будьте на позитиве. Всех люблю. Пока-пока. Угу.